всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду сегодня хочу показать вам рецепт одного из самых пожалуй вкусных моих хлебов это очень вот очень вкусный хлеб и кроме того он совершенно не требовательным кременным рамкам всех процессов как и для любого вкусного теста процесс выбраживания должен идти долго но самая главная прелесть этого рецепта в том что вы совершенно не привязаны к нему во времени то есть знаете нет вот этого вот всего что там каждые 30-40 минут идите вымешивайте что-то там или проделать еще очередную процедуру сейчас все покажу в чашу отправляются соль сахар дрожжи и вода и примерно 10 процентов муки от всего объема вам нужно будет использовать пшеничную муку высшего сорта выбирайте в магазине самую сильно из доступных сильно это с высоким содержанием белка 12 процентов и выше найдете 13 вообще замечательно будет еще момент часть муки высшего сорта будет очень неплохо заменить крупномолотой пшеничной из твердых сортов пшеницы в россии такая известна как обычная манка манку правда делают как из мягких так и из твердых сортов пшеницы поэтому читайте что написано упаковки такая вот замена на 10 процентов муки от общего объема на вот эту твердых сортов а позволит получить особенно такую классную твердую хрустящую корочку соль сахар и дрожжи растворились пора добавить оставшуюся муку вот кстати как выглядит это самая крупномолотая мука твердых сортов теперь надо перемешать для того чтобы вся мука равномерно смочилась водой пока долго вмешивать не надо как я уже сказал только до равномерного смачивания еще одна прелесть этого рецепта тесто с высокой степенью гидротации ну то есть содержание воды большой 75 процентов от веса муки на килограмм 750 граммов это много такое тесто элементарно вымешивается даже обычным ручным миксером на титуцию с крюками то есть возиться с вымешиванием руками не надо смотрите какое жидкое отлично оставлю его минут на 15-20-30 минут только прикрою полотенцем что поверхность не пересыхала эта передышка нужна для того чтобы глютен есть успел набухнуть а на это идет примерно 15 минут при этом совершенно не обязательно точно через 15 минут нестись к тесту сломя голову вернете к нему и займетесь дальнейшими процессами в пределах а 15-60 минут нормально все будет меня прошло примерно 20 минут теперь вымешивание на большой скорости можно конечно руками висеть ну не руками ложкой но зачем учиться наверняка есть ручной миксер вот и мы вымешиваете ножки если планетарные то вообще сам бог видел и пользоваться теперь важный момент следите за вмешиванием сначала ничего не происходит ну то есть внешне идет идет себе затем через несколько минут после начала такого интенсивного вымешивания тесто соберется на крюке шар шар сейчас я ускорю видео вы увидите вот вот после этого момента когда тесто собралось на крюке в шар видите даже стенки чистые стали все собрались вот после того как это произойдет нужно месить еще минут четыре двух пять минут примерно отлично все мучения с тестом закончена для ведения в очень удобно использовать пластиковую посудину на дно наливаю подсолнечного масла стенки смазывают также и вываливаю сюда тесто смотрите какое супер остается накрыть крышкой идти заниматься своими делами всего тесто будет бродить при комнатной температуре от 6 до 12 часов или если он так больше нравится можно навести его в холодильнике тогда процесс займет от 24 до 48 часов примерно как вам удобнее я буду вести при комнатной температуре часа через два ты можешь через четыре когда вспомню нужно будет провести первое складывание увидите прошло примерно три часа у меня появилась свободная минутка и я могу провести складывание показать вам этот процесс обратите внимание тесто же увеличилось объеме примерно в два раза складывание выполняется так сначала эту сторону руки надо естественно маслом вот этим вот смазать и и эту а теперь боковины также навстречу друг другу сейчас опять накрываю крышкой оставляя тесто в покое общее количество складываний за все время выбраживания теста не особенно важно ну раза два три может быть четыре сделать и достаточно если сделаете больше тоже ничего страшного ну чаще чем один раз в час делаю тоже смысла никакого нет это лишнее прошло еще вам два с половиной часа очередная обминка видите как тесто поднялось вот слой до середины практически обминка складывание такое и дело все то же самое подняли ложили теперь навстречу подцепил тесто потянул накрыл и боковинки также остальные складывание показывать не буду ну вот все так и происходит видите подтянул сложил можно в принципе для удобства перевернуть его вот так вот после складывания тоже вариант тесто у меня выбродило с момента отправки в этот пластиковый короб прошло 8 часов даже чуть больше можно уже делить на части и формовать хлеб стол присыплю мукой обильно знаете так из одного килограмма муки я получаю два хлеба весом чуть меньше 900 граммов вы помните там еще вода есть да сначала разделю на две части как то вот так вот затем формовка принцип тот же что и со складыванием складывание такое позволяет натянуть глютеновый каркас как следует я затем скручиваю в таки батон и защипываю шов сразу после формовки нельзя пихать в булку в печь что за время когда я возился с тестом я выдавил хотя бы частично из него углекислый газ нужно дать время дрожжам снова поработать и снова поднять его раньше на расстойку и отправлял тесто на бумаги для выпечки но в случае с тестом высокой гидротации как сегодня например оно не очень хорошо держит форму и норовит расползтись короче я с этим делом намучился и в конце концов купил парочку таких вот соломенных корзинок очень удобных затем вспомнил студенческие годы вооружился ниткой, иголкой, швейной машинкой из льняной ткани наскорую руку сшил вот такие чехлы ведь они все в муке у меня сейчас но этой муке недостаточно надо еще обильно ее присыпать сюда вот так это чтобы тесто не прилипало и переложить сюда сформованный хлеб швом вверх ну и то же самое сделать со второй частью теста сверху опять же обильно присыпаю мукой и накраю полотенцем чтобы поверхность нашего хлеба не пересыхала важный момент все время пока вы занимаетесь тестом то есть с самого утра как замесили его и вот до окончания выпечки на кухне не должно быть никаких сквозняков из-за них поверхность моментально пересыхает корочка получается которая потом трескается неправильно короче безобразие будет выпекать такой хлеб лучше всего в чугунной посуде с крышкой вытаскивайте из кладовок бабушкину тятницы казаны что найдете короче у меня вот такой есть смотрите его надо предварительно разогреть и верхний и нижний нагрев 240 градусов расстойка хлеба занимает 50-60 минут за это время как раз таки и чугунок как следует раскочегарится в духовке расстойка завершилась пора отправлять хлеб в печь обязательно надо сделать надрез на поверхности чтобы хлеб не разорвало когда будет подниматься запекаем под крышкой 30 минут а затем еще 10 минут но уже без крышки послушайте какая хрустящая корочка красота смотрите какой на разрезе и видите мягкий какое чудо аромат волшебный корочка вы видите да она хрустит но при этом сам хлеб мягкий вот он мягкий пружинит эта хрустящая корочка не царапает небо при всей своей хрусткости она очень ломкая мелкая то есть получается такие крупные куски которые как лезвие могут порезать язык щеки там все что у вас есть десна вкус очень тонкий очень сбалансированный с очень классной текстурой мякиша я вот обожаю такую текстуру мякиша когда крупные пузырьки такие вот замечательные слушайте это очень ленивый хлеб действительно но это очень вкусный хлеб вот очень его можно засветить добавками там так вот мины еще чего то на ваш вкус но за счет своего длительного вот этого выбраживания вот эти вот 8 часов на мой вкус 8 часов идеально на мой вкус позволяет набрать тесту такой классный аромат такой классный вкус это здорово у меня просто не хватает слов чтобы передать всю мою радость по поводу вот этого классного хлеба готовьте готовьте наслаждайтесь и сразу с килограммом муки потому что как бы вы не берегите свои бога как бы вы не убеждали себя но одну такую буханку одну такую буханку вы стрескаете приготовив ее даже не заметив как одну нужно прятать сразу да еще момент эта корочка до хлебе на следующий день становится мягкой к сожалению вот этой хрусткости уже не остается он просто мягкий и хлеб таким макаром приготовленный теоретически теоретически может пролежать без каких-то следов заветривания отчистления и так далее по крайней мере двое а то и трое суток но я в это не верю что вы столько выдержите и не съедите его поэтому готовьте и наслаждайтесь огромное спасибо за компанию за лайки за дизлайки за репосты всем пока